В вашей команде всегда будут люди, которые работают очень мотивированно, люди, которые пашут не покладая рук. Назовем этих людей корпоративные ангелы. Вернее, так, как назвали-то нас, назовем их отличники, которые срабатывают просто на пятерку. А есть люди, которые вообще нифига не делают, не мотивированы. Более того, они пытаются вас все время в чем-то обвинить, как-то на вас нападают, ну и так далее. Назовем их корпоративные черти. Вернее, так как тоже назвали-то нас, назовем их единичники. Все-таки команду надо. Уже с ними не спорят. Надо еще раз. Ну, не подал. Была у меня и оппозиция. Была у меня и люди, которые говорили, а зачем? Да ну нафиг, ну сколько можем? Мы уже и так лучше. Нам нужно сюда, дальше. Ну и есть еще какие-то люди, которые вот здесь между, которые работают на двоечку, на троечку, на четверочку. И как вы думаете, к каким из этих людей должны ходить вы, как управленец? Ну вот если вы хотите свой бизнес, вот допустим, это весь ваш бизнес, вся ваша команда. К каким из них должны ходить вы, чтобы бизнес развивался, чтобы наиболее эффективно воздействовать на людей и на персонал? Да. Я думаю, что с четвертой опять проекты, потому что они и работают хорошо, но у них есть какое-то определенное уже мнение, и может быть, они могут сказать, что вот это делать не стоит, это не поможет проекту, это не имеет цели. То есть у них есть определенное мнение. А петерышник, он часто очень хорошие исполнители, поставлю цель, он ее делает. Бездухладу себе. Делать это отлично. А петерышник он приспособлен. То есть он знает, как руководил, что сделать, ну не знаю, я бы работала с четвертой компанией. Совсем хорошо. Да. Ну вот цель руководителя, уделять речь никому, можно сказать, что делать. Только всем. Все отлично. Я думаю, что руководители, допустим, на фирме, мы будем посмотреть, если петерочек тоже у кого-то поставить, руководителя, и работать с ними, и впоследствии своей эфире, и очень потом облачать. Они уже должны. Да, они уже должны отбираться с тройками, двойками, одиницами, и думать, как их подтягивать, или там, можно отступать и не потирать. Можно. Ну, единственное, там, вот, взгляд, с четвертой, конечно, это человек, который может перевернуть в руководителя, или уйти, допустим, в другое какое-то. Ну, любят, да? Или любят? Да. Еще мне не будет. С кем работать? Ну, по-разному любят, да, там. Еще бывает рассуждают, что надо ходить вот к единичникам, потому что они вот самые жопа у них там полные. Ну, он же хороший член нашей команды, в смысле, что он все делал правильно. То есть, наверное, если, как руководитель, я бы нашла бы способ его замотивировать. То есть, я бы... И с ним тоже. С кем-то? Со всеми. Со всеми. Ну, мне уже понравилось мнение про то, что четвертой пятерки – это люди, которые должны руководить проекты. Ну, и некоторые люди рассуждают, что надо к отличникам ходить. Чего к этим ходить вообще, да? На самом деле, не тот вариант не очень правильный. Почему? Потому что, если помогать тем, кто хуже всего мотивирован, вы будете заниматься ладанием черных дыр. То есть, вы постоянно будете уделять внимание мальчам, вот, уделять внимание вещам, которые не получаются, поощрять негативную статистику. То есть, когда вот отличники увидят, как вы помогаете вот этим, у кого ничего не получается, они думают примерно так. Так, начальник помогает тем, у кого ничего не получается. Как заслужить внимание начальника? Правильно. Просто сделай так, чтобы у вас тоже ничего не получалось. И тогда вся эта картина сваливается вот сюда. Все смотрят, думают, блин, чтобы мне завоевать всего внимания, надо вот что-нибудь просрать. Что-нибудь, чтобы меня провалило, я знаю. Если вы уделяете внимание отличникам, ну, отличники это такие люди, вот, если лопатой по голове не бить, у них все равно все будет хорошо. Если вы уделяете внимание отличникам, ну, что им уделять внимание, они так все хорошо делают. Вот нужно уделять внимание примерно четвершенькам. То есть, подтягивая их до отличников, вы автоматически создаете вот такой вот процесс улучшения, да, здесь место становится вакантно, и люди стремятся сюда. Это закон социальных систем, то есть, когда вы помогаете четверочникам, четверочники помогают троечникам, троечники помогают двоечникам. Ну, то есть, тянут всю структуру вверх. А это надо понимать, что вот этих людей, их единицы, и вот этих людей их немного. Ну, там, вот так приблизительно, да. А этих людей большинство. И если помогать четверочникам вот этой вот ступени перейти сюда, то вот это все большинство переломится вот сюда. А этих нужно просто потихонечку увольнять. Как это называется? Управляемая текучка. То есть, нужно тихо, спокойно отсекать тех, у кого вообще нет шансов. Не по мотивации, не по умениям. Вот. Такие вот пироги. Спасибо.